Как она начала это служение С тем, что на самом деле это настолько прекрасно, что мы вместе здесь И что между нами любовь И в начале недели Бог наполнил меня таким простым, но очень сильным откровением Что я попросил Геннадия, чтобы поделиться И когда я начал готовиться, она настолько легко далась эта проповедь И аз помолих пастора да ви я преподнесу И когда я начну подготовить, то она мне так легко дадит И сегодня будет вечер, и я так понимаю, что Господь именно к вечер я приготовил это слово И днешне имам Господна трапеза, и аз предполагам, что Господь точно за трапеза подготвит твое слово И я бы очень хотел, чтобы мы сегодня открыли сердца свои к Богу И могли принять то, что Он приготовил для нас Да, Святой Дух, я прошу тебя сейчас открой наши сердца И говори с нами Во имя Исуса Христа И проповед называется Освободи жизнь от греха, чтобы дать место Богу Проповеда се казва освободи живота от греха, за да даде место на Бога Знаете, недавно я ощутил в очередной раз особое переживание в своей жизни Когда ты живешь в благодати Божией Впервые я помню, много раз я переживал такие ситуации В 2014 году я переживал эту ситуацию, когда моя супруга болела раком Мы поехали в Москву, прошли обследование, ей подтвердили первую стадию лимфомы Да, и потом мы поехали на семинар, вот встречу верующих И было два прекрасных дня, где мы наполнялись Святым Духом И мы переживали очень сильную, знаете, борьбу с этой болезнью И мы переживали много сил на борьбу с тази болезнь Но в одно утро я помню, я вышел на молитву Но една сутрин, аз се сещам, че излядах за молитва И я шел и я переживал, что я в раю Аз вървях и переживявах, че се намирам в рая И че съм толкова щастлив По една лесна причина Что у меня есть Бог Че имам Бог И я с Ним И аз съм с Него И сейчас, вы знаете, мы проходим с нашей семьей Очередное такое испытание, мы уже выходим из него, я верю И сега с семейството си преживяваме едно таково испытание Обаче вярвам, че вече излизаме от него Този въпрос е связан с финансами, с бизнесом Он, конечно, не тако опасно и страшно Как был тогда связан с жизнью Разбира се, не е толкова опасен и страшен, колкото беше тогава свързан с живота Но, вы знаете, через это испытание Бог научил меня жить И без копейки денег, но с Духом Святым И переживать такое счастье большое, которого я не переживал, имея деньги Как Павел пишет, что умею жить в бедности и богатства И вот я на этой неделе вышел на молитву и пережил вот это опять присутствие, знаете Несмотря ни на что, такое прекрасное счастье внутри, потому что есть Бог Я хочу поделиться с вами коротким этим словом, чтобы вы тоже прочувствовали это И приняли для себя эту благодать И аз искам да споделя с вас това кратко слово, за да може и ви да усетите това чувство и тази благодат Мы церковь, мы семья Церквата, ние сме семейство И Бог дает нам переживания особенные Я очень часто вижу, как мы не договариваясь совершенно, но ход служения Бог ведет И Бог не дава едни такива преживявания, аз виждам, че ни без да се уговаряме Бог не води в една посока Анечка, ты очень хорошо переводишь Спасибо Спасибо, прям Я учусь болгарскому сразу, походу Слушайте, у мен тучи и булгарски Псалом 31, давайте откроем Первый и второй стих 31 Псалм, первый и второй стих Я хочу с вами сказать еще такую вещь, что ищите себя в Писании Я вот всегда себя нахожу в Писании Я нахожу Бога, но и себя тоже Я родился 31 октября и Псалом 31 особенный для меня Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства Это говорит Слово Божие Блаженны мы, когда наши грехи и беззакония покрыты Това казва Божието Слово, че нисме блажени Когато наши грехи покрыты И прощены Не так давно я тоже пережил большое понимание, откровение, что Бог сотворил нас именно для любви Но через грех Адама и Евы, через непослушание наше Понадобилось нам спасение Не се пригоди спасението Этот грех он проклял землю Този грех и проклял земята И нам, и человеку понадобилось трудиться в поте лица И на човек мой трябвало да се труди в пот Этот грех принес болезни Бедность Бедность И проклятие человека Изначально Бог сотворил все прекрасным и совершенным Нас он сотворил прекрасным и совершенным Нас не сотворил прекрасные и совершения Почему? За что? Ведь Бог, он прекрасен и совершен А мы образ и подобие Бога И он сотворил нас совершен И той сотворил нас също совершение Но лож, которая пришла в жизнь человека Она поразила человека проклятием Человек вместо того, чтобы обращаться к Творцу, обратился к Творению И човекът вместо да се обърне к Твореца, той се обърнал к Творението Он не поверил Творцу, но поверил Творению И сердце человека стало испорчено Давайте прочитаем книгу пророка Еремии, 17 глава, 7-го по 10-й стих Благословен человек, который надеется на Господа И которого упование Господь Ибо он будет как дерево по саженой при водах И пускающее корни своего потока Не знает оно, когда приходит зной И лист его зелен во время засухи Оно не боится и не перестает переносить плод Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности Чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его Что говорит Слово Божие? Что благословен человек, который надеется на Господа И упование которого Господь Это человек как дерево То есть человек как древо Зеленое, плодоносящее, прекрасное Зеленое, которое носит плод, которое прекрасно Но лукавое написано сердце человеческое и крайне испорчено Лукавое сердце Злое оно И это лукавство от греха Это порча от греха Давайте прочитаем еще одно местописание Первое послание Иоанна 5.9 И вот благовестие, которое мы слышали от него И возвещаем вам Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним А ходим во тьме, то мы лжем И не поступаем по истине Если же ходим во свете, подобно как Он во свете То имеем общение друг с другом И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха Если говорим, что не имеем греха Обманываем самих себя, и истины нет в нас Если исповедуем грехи наши То Он, будучи верен и праведен Простит нам грехи наши И очистит нас от всякой неправды Это место говорит о том, что Бог есть свет И нет в нем никакой тьмы Но в сердце человека есть тьма Обаче в сердце человека има тъмнина И наша задача изгнать это от мое сердце И мы имеем эту власть И ние имаме тази власть Мы имеем власть, чтобы отказываться от греха От лжи От лжата Которую лукавый мир дьявол приносит нам Это ложь против Бога в первую очередь Что Он злой, что Он проклял нас Это ложь Грех проклял нас Наше непослушание проклял нас Мы отвернулись от Бога Я, к сожалению, очень много раз Уже будучи даже верующим Отворачивался от Бога своими поступками Аз много пыти, даже будейки вярваш човек Се отвръщах от Бога с моите поступки Но слава Богу, знаете, что Он не отвернулся от меня Но слава на Бога, че Той не се обърнал от мен И Той продолжава да се бори за нас Ведь Слово Божие говорит, что Бог так сильно возлюбил всех нас Защото Божието Слово казва, че Господ толкова е возлюбил нас Что Сам пошел на крест Че Той Самия е отишел на крест Чтобы этот грех, который нас поразил Это проклятие Все эти болезни Всю эту ложь Принять на себя Потому что мы не способны вынести И мы не способны избавиться от этого сами Только через крест Давайте прочитаем это известное местописание Иоанна 3 глава 14 по 17 стих И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир Но чтобы мир был спасен через Него Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы судить Иисус е дошел в този свят не за да съди Но чтобы спасти этот мир Но за да спаси този свят И когда мы очищаем свое сердце От греха Через крест Через крест Через кровь Через Иисуса Христа Через Иисус Христос В нашу жизнь снова приходит благословение В нашу жизнь снова приходит благословение Когда мы каем все в своих грехах И когато се каем в нашите грехове Да, мы читали об этом Что если мы исповедуем грехи наши Ни четохме за това, че когато исповедуем греховете си Он, будучи верен и правден Тогава Той, будейки верен в правдата Простит греховете И осветит нас И это, знаете, поражение, гнилета И това е едно поражение Гнил греха Изгнилостта на греха Которая пришла в жизнь человека Която е дошла в живота на човека Она будет очищаться Тя ще се причиства Знаете ли, я очень много лет уже живу с Богом И знаете ли, аз много години вече живея с Бог И я чувствую, что Бог постоянно работает с моим сердцем И аз усещам, че Бог постоянно работе с сердцем Постоянно очищает его И прекиснат го причиства Причиства мислите ми Мои чувства Мою веру Моята вера Написано, что ветвь, которая Не приносит плода Выкидывается Но которая приносит плод Очищается Чтобы еще принести больше плода Но если Господь очищает тебя И за това, ако Господь те причиства Благодари его Ти го благодари Это для того, чтобы ты еще больше принес плода Това е за да може да носиш още повече плод Если уже выброшен человек И ако вече е схвырлен человек Знаете ли, конечно, Бог всех любит Знаете ли, Господь обича всеки един от нас Но человек может сам себя отрезать от Христа Обаче человек может сам да се отрезать от Христа Своей волей отказаться И чрез своя воля да се откажа Мы на самом деле образ и подобие Бога Ни всъщност сме образ и подобие на Бога Сегодняшнее мое просто послание Не то, что мое послание А то послание, которое я чувствую Которое Бог приготовил Нужно противостоять греху Каждый в своей жизни Просто обязан противостоять греху Чтобы освободить жизнь от греха И дать место для Бога Давайте еще прочитаем одно место Римлянам 4 глава 3 и 5 стих Я прочитаю в одном современном переводе Что Писание говорит Поверил Авраам Богу И было это зачтено ему в праведность Работнику платят по долгу А не из милости Но когда человек, не ставя себе в заслугу дела свои Доверяется Богу Оправдывающему грешника Сама вера его Вменяется ему в праведность Мы были поражены грехом Мы были отделены от Бога Потом в нашу жизнь Если мы здесь находимся Значит наша жизнь пришла Весть от Бога Значит мы услышали О том, что Бог может простить Или может быть сейчас Первые слышим Или может быть Сега за первый път И значит Пришла в жизнь человека Радостная весть Какая радостная весть Что мы грешники Но Бог возлюбил нас И подарил нам праведность Каким образом мы принимаем эту праведность По каков начин приемем тази праведность Поверив в Иисуса Христа Чрез вярата в Иисус Христос Почему написано Что бесы тоже верят И трепещат И трепетят пред Него И многие люди С которыми я разговариваю И говорю о Боге Они говорят Да, мы тоже верим В какую-то силу небесную Мы верим Что кто-то там есть Но этого недостаточно Потому что только вера В Иисуса Христа Дает нам спасение Недостаточно просто верить в Бога Нужно поверить В тот план В твою его волю Добрую и благую к нам Которую он даровал нам В Иисусе Христе Треба да повериме И в плана И в онази воля Която ни е подарил Чрез Иисус Христос Без Иисуса Христа Без Иисус Христос Мы бы никогда Не справились С этим грехом И никакие Способи Не помогли бы нам Избавиться от греха И никакви начини Не биха могли Да не помогли Да се избавим от греха Я довольно-таки Очень много размышляю Логически о вере И я не могу Я не нахожу способов Как мои все прошлые грехи Как всички Минали грехове Исправить Могат да се поправят Нет возможностей Няма никакви начини Уже все было Всичко вече свершило И впереди Значит будет ответ за это И наприч Те има отговор за това И если бы не Иисус Христос Который заплатил за мои грехи Который остановил проклятие в моей жизни Не было бы шансов Не бих имал шансов Я бы пошел в ад Аз бих утишел в ад Но вера В Иисуса Христа Обаче верата в Иисуса Христос То, что Он был распят за мои грехи Погребен Погребен Да, похоронен И воскрес Через это Я победил Через это мы победили И давайте прочитаем Это местописание Иоанна 16 глава И 33 стих Я очень часто Это место провозглашаю В своей жизни Когда я молюсь Сие сказал я вам Говорит Иисус Чтобы вы имели во мне мир В мире будете иметь скорб Но мужайтесь Я победил мир Иисус победил мир Иисус победи свято Что это значит? Он победил эту систему Он победил наш грех Нашего врага Победил дьявола Победила дьявола Знаете, что дьявол побежден? Давайте прочитаем Римлянам 16, 20 И тогда Бог Дающий мир Это современный перевод Скоро повергнет Сатану вам под ноги Представляете? Представите ли си? Пусть благодать Нашего Господа Иисуса Будет с вами Бог повергнет Сатану Нам под ноги Если нам нравится грех Если мы оставляем грех В своей жизни У меня было так в жизни Я не хотел до конца отказаться Я оставлял какую-то возможность Знаете, лазейку для дьявола И он приходил И начинал бомбить И еще, еще, еще Но когда мы Противостоим вере Когда мы проявляем усилия От нас необходимы усилия Об этом говорит Луки 16, 16 Давайте прочитаем это Время закона и пророков Было до Иоанна Это Иоанна Крестителя Сейчас же Возвещается Возвещается Радостная весть О Божьем Царстве И каждый прилагает усилия Чтобы попасть в него Сейчас мы Радостную весть Возвещаем друг другу И мы применяем усилия Чтобы через эту весть Попасть в Царство Небесное Это усилие Написано, что веруем Мы праведны А исповедание муст Мы спасаемся Это наши усилия Если я говорю человеку О Боге Я предлагаю ему Давай помолимся Потому что Я знаю, что если человек Соглашается Исповедовать Иисуса Христа В его жизнь приходит спасение Он проявляет это усилие Я уже завершаю Еще одно местописание Я хочу Чтобы мы Просто сегодня Знаете Прониклись этой вестью Что мы имеем власть Мы имеем силу Чтобы избавиться от греха Чтобы освободить свою жизнь От врага От лжи От дьявола От поражения От всего И чтобы жить в раю Здесь и сейчас Царство Божие Если мы начинаем Наше служение С таких прекрасных слов Любви Здесь и сейчас Царство Божие Если мы можем Размышлять и слышать Об Иисусе Христе Царство Божие Здесь и сейчас Достигло нас И что нам нужно делать Давайте прочитаем Матфея 6.31.34 Тоже в современном переводе Я прочитаю Поэтому не тревожьтесь И не спрашивайте Что нам есть И что нам пить Или во что одеться Ведь язычники Только обо всем Этому и думают Но ваш небесный отец Знает Что вы нуждаетесь Во всем этом Прежде всего Ищите Царство Божие И его праведности И это все Вам тоже будет дано Поэтому не тревожьтесь О завтрашнем дне Завтрашний день Сам побеспокоится о себе Для каждого дня Достаточно своих тревог Прежде всего Говорит Бог Ищите Царство Божие Прежде всего Ищите его праведности Прежде всего Ищите Иисуса Здесь не написано Чтобы мы ждали чего-то Но нужно искать Но нужно искать Но трябва да търсим Каждый день Нужно искать Всеки день Трябва да търсим Это наша активная Позиция верующих Мы не можем Давать врагу Победить Это наша позиция Иисус победил мир Иисус победил свято Мы христиане Значит Дух Христа Живет в нас Если я обнаруживаю В своей жизни Грех Или проблему какую-то Или мысль Или какую-то обиду Я начинаю бороться Я отказываюсь Я исповедую этот грех Я борюсь с этим Знаете Какая-то борьба В моей жизни Продолжалась годы Честно скажу Над некоторыми вещами Я боролся годами Но однажды Приходит момент Раз И я чувствую все Победил Слава Богу И победил Через веру в Иисуса Христа Я хочу Чтобы мы вместе С вами сейчас Помолились Я хочу Оксана Там есть Одна фраза Которую я просил В конце вывести И которую мы сейчас Вместе Исповедуем с вами Провозгласим Я больше не хочу Чтобы моя жизнь Была поражена грехом Но я хочу Чтобы моя жизнь Была преображена Богом Аминь Я не хочу Чтобы моя жизнь Больше была поражена Грехом Я хочу Чтобы моя жизнь Преображена Была Богом Либо я Даю место Дьяволу Даю место Греху Даю место Поражению Я себе Это сейчас Говорю Либо я Изгоняю грех Через кровь Христа Через цяло Через общение Через молитва Через исповедание Через слово Божие Бомбить 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 Грех в своей жизни поражать грех в жизни, побеждать проклятие, потому что Иисус принес благословение. Забрал проклятие, забрал болезни, забрал лжи сатаны и принес благословение. Аминь. Бог благ. Мы его семья. Он дал нам жизнь в его любви. Господи, мы сейчас благодарим Тебя и исповедуем Иисуса Христа Господом нашим и Спасителем. Благодарим Тебя, что Ты забрал наши грехи, что Ты омыл нас Своей крови, освободи нас, очисти. Мы умираем для себя. Мы воскресли для Теба. И воскресваме за Теб. Мы живем для Теб. Ни живеем за Теб. Мы новое творение. Мы сегодня пели, что все новое Ты творишь. И я верю, что Ты творишь все новое в нас и в нашей Церкви. В името на Иисус Христос. Аминь. 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 Аминь.